В лабиринте коридоров и кабинетов Станислав Катаров показывал объект ЖК «Южная Бица» председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову. Тогда же впервые глава округа озвучил планы строителей. Со всей инфраструктурой, со всем оборудованием поставляется к первому сентября. Коллеги будут здесь встречать детей. Сомнений нет? Нет, сомнений нет. Всего за два месяца объект преобразился. Внешняя отделка практически завершена, равно как и установка внутренних коммуникаций. Во многих кабинетах уже идет отделка. Строители неукоснительно придерживаются строгого плана. До 30 июня четвертый этаж будет весь мобилизированный полностью в ТХ. Через 10 дней четвертый этаж весь с мебелью? Да. Третий этаж будет через неделю в таком состоянии. И до 15 июля у нас будет три этажа, четвертый, третий, второй, 100% мобилизированным. Соответственно, до этого они будут отмыты, будут полностью в ТХ, в мебели. На крыше здания представители застройщика рассказывают Станиславу Катарову и о ближайших планах по благоустройству территории и о работе над прокладкой необходимых коммуникаций. Для того, чтобы нам завершить теплосеть, убрать ее полностью под землю, нам необходимо, чтобы «Газпром» выполнил строительство футляра защитного. Условно, 9 метров футляра они должны закопать, чтобы мы безопасно могли пройти теплосетью под их газопроводом. Готовность школы на 1550 мест в настоящий момент составляет около 85%. Казалось бы, цифра внушительная, но глава муниципалитета уверен, расслабляться нельзя, ведь сдать объект необходимо задолго до начала учебного года. Не к первому сентября должны завершить школу, а к началу августа. Почему? Потому что в течение месяца должны получить лицензию на школу. Поэтому мы ускоряемся. Сомнений в том, что мы откроемся 1 сентября и дети пойдут в школу, никаких нет. Но наша задача сделать это, скажем так, красиво, качественно. В ЖК «Новая Бица» проживает порядка 10 тысяч человек. И эта школа станет прекрасным подарком детям и их родителям на 1 сентября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.